Коптят сосуды на еловых шишках. Мы собираем их в лесу, там где ели растут. Кстати, новые шишки не годятся для этого. Собираем старые, а новые оставляем дозревать. Это специально выкопанная коптильня. В этой коптильне сейчас висят и окуриваются около 20 кожных бурдюков. Столбек мукомбетов со своим братом уже месяц готовится к сезону кумыса. Нет сомнений в том, что если сосуды коптить еще около месяца, то вкус кумыса будет такой, как надо. «В этот сосуд помещается ведро кумыса. Вот он. Разные бурдюки по объему. Куда ведро помещается, куда два, а то и три, и четыре. Не видел таких, куда можно налить четыре ведра. Наверное, все-таки три с половиной». Горцы считают, что разливая кумыс в пластиковую тару, испортили его ценность. По их словам, немногие могут организовать такую коптильню, чтобы приготовить кумыс особенного вкуса. «Можем сделать и больше, но это в удовольствие. Конечно, мороки много. Вкладываешь только сил. Если сверху все оставить открытым, то внизу может загореться. Сгореть могут и сосуды. Поэтому за этим хозяйством нужен глаз да глаз». Несмотря на то, что реализация кумыса в сезон для чабанов – дело прибыльное, мукамбетовы в этом бизнесе не сильно заинтересованы. Приготовленный кумыс они могут раздать своим односельчанам. Работают они ответственно. «Наверное, мало таких, кто коптит?» «Раньше было мало. Сейчас уже много. Сейчас возвращаются к этому методу. Можно изготавливать бурдюки, обмениваться ими, тем же кумысом. Заниматься этим делом есть спрос на него». Зима в этом году была теплой. Поэтому лошади хорошо ее перенесли и начали давать приплод. Без сомнения, значит, и кумыса будет больше. В середине мая начнется разгар сезона. В это время кумыс продается по 100-150 сомов за литр. А те, кто будет в горах, увидят дом, он обязательно зайдет в него выпить кумыса. Это не писанный закон кочевников. Продолжение следует... Продолжение следует...